В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл новое излучение, назвав его «Х-лучами». Он изучил и описал различные свойства новых лучей, в частности, их большую проникающую способность. Но природа излучения осталась для него загадкой. Ее решение было найдено только через 17 лет в историческом опыте Лауэ, в котором пучок рентгеновских лучей был направлен на кристалл медного кубороса. Полагаю, что «Х-лучи» имеют волновую природу, надеясь, как и в опыте со светом, получить дифракционную картину отклонения лучей. Для регистрации любого возможного отклонения луча, вероятно, в позициях поместили фотопластинки. Однако на пластинках перед кристаллом и сбоку него дифракции не наблюдалось. И только на той, которая была за кристаллом, образовалась дифракционная картина. Опыт Лауэ позволил установить волновую природу рентгеновского излучения. Экспериментально доказал периодическое трехмерное расположение атомов в кристаллах, которые служат дифракционной решеткой для рентгеновских лучей. Сам Лауэ говорил, что в этом опыте оказались тесно связанными волновая теория рентгеновских лучей и атомистическая теория кристаллов, одно из тех событий, которые сообщают физике ее убедительную силу. Большинство окружающих нас объектов неживой природы состоит из кристаллов. Мир кристаллов неисчерпаем. Во многих областях науки и техники используются природные и искусственные кристаллы. Их разнообразие огромное. Отчего же зависят свойства кристаллов? Прежде всего от того, из каких атомов или ионов они состоят. Но решающее значение имеет и их взаимное расположение в пространстве, или, как говорят, кристаллическая структура. Например, алмаз и графит состоят из одних и тех же атомов углерода. Но расположенные по-разному в кристаллической решетке, они придают им совершенно различные свойства. Помимо природных кристаллов, в науке и технике широко применяются искусственные. Их выращивают с заранее заданными свойствами. Без таких кристаллов невозможно развитие современной микроэлектроники и квантовой оптики. Если одновременно растет большое число кристаллов, то образуется агрегат, состоящий из зерен неправильной формы. Такой материал называют поликристаллическим. Свойства поликристаллов отличаются от свойств монокристаллов. Но и они также зависят от кристаллической структуры. Однако самые тщательные исследования внешней формы кристаллов и микроскопические исследования на современных оптических микроскопах не позволяют установить внутренние строения зерен моно- и поликристаллов, их кристаллическую структуру. Это можно сделать только с помощью излучений, длина волны которых соизмерима с периодом кристаллической решетки. К ним относятся поток электронов и нейтронов, а также рентгеновское излучение. Рассмотрим закономерности взаимодействия рентгеновских лучей с кристаллом. Кристаллическую решетку можно представить как совокупность параллельных плоскостей, на которых расположены атомы, с определенным межплоскостным расстоянием. При этом каждый атом становится источником рассеянного излучения, имеющего ту же длину волны, что и первичное излучение. При этом возникает разность хода отраженных лучей. Однако интерференция возникает лишь при определенном угле падения волны, тогда, когда в разность хода лучей укладывается целое число длин волн. Условия возникновения дифракционной картины, связывающей длину волны, угол падения и межплоскостное расстояние в кристалле, выражаются формулой Вульфа-Брегга. Мы знаем, что кристаллические тела делятся на две группы, монокристаллы и поликристаллы. Соответственно, применяют и разные методы рентгеноструктурного анализа. Однако, независимо от объекта, вида излучения и решаемой задачи, всегда должны выполняться условия интерференции, выраженные уравнением Вульфа-Брегга. То, каким образом выполняются эти условия и определяют особенности каждого метода. Одно из фундаментальных свойств кристаллических тел — анизотропия. Поэтому, прежде чем использовать кристалл, нужно установить в нем расположение главных кристаллографических направлений. В гонилометрической головке кристалл можно поворачивать относительно трех внешних осей и таким образом ориентировать кристалл в рентгеновской камере относительно первичного пучка. Если кристалл достаточно тонкий, то есть прозрачный для рентгеновских лучей, кассета с пленкой устанавливается за кристаллом. Такая схема съемки называется прямой. Направив на кристалл сплошной рентгеновский спектр, получим рентгенограмму, которая называется лауэграммой. Каждый рефлекс на пленке получается вследствие отражения рентгеновских лучей от определенного семейства атомных плоскостей в кристаллах. Измеряя расстояние от следа первичного пучка до рефлекса и, зная расстояние от пленки до кристалла, можно определить угол, под которым рентгеновский луч отразился от той или иной атомной плоскости. Прямая съемка позволяет получить лауэграмму с рефлексами с углом меньше 45 градусов. Если кристалл достаточно толстый и непрозрачный для рентгеновских лучей, то съемку осуществляют по обратной схеме, располагая кассету перед кристаллом. Рентгенограмму, полученную по такой схеме, называют эпиграммой. При съемке на отражение регистрируются рефлексы с углом больше 45 градусов. В этом случае угол отражения рентгеновского луча от атомной плоскости для этого рефлекса определяется так. Чтобы определить ориентировку кристаллов в пространстве, необходимо найти закономерность в расположении рефлексов на рентгенограмме. Если рентгеновские лучи сплошного спектра отражаются от плоскостей, принадлежащих одной зоне, то отраженные лучи располагаются по конусу. Кассету с пленкой обычно устанавливают перпендикулярно первичному пучку. Тогда при прямой съемке рефлексы одной зоны располагаются по эллипсам. Это происходит от того, что ось конуса не совпадает с первичным рентгеновским лучом. При обратной съемке рефлексы располагаются по гиперболе. Там можно добиться положения, когда ось симметрии совпадет с первичным пучком. При этом вид рентгенограммы изменится. Рефлексы лауограммы располагаются симметрично и соответствуют симметрии кристалла вдоль первичного пучка. Рентгенограмма дают информацию об искажениях кристаллической решетки. Итак, метод Лаура позволяет произвести ориентировку кристалла, определить симметрию по разным направлениям и оценить его дефектность. Однако, установить структуру кристалла этим методом нельзя. Кристалл, предварительно ориентированный по методу Лауэ, устанавливается определенным кристаллографическим направлением вдоль оси вращения. Пленку помещают на внутренней поверхности цилиндрической кассеты. Кристалл размещается в ее центре. Для съемки используют характеристический спектр рентгеновских лучей. Однако, пока кристалл неподвижен, дифракции не происходит, так как вероятность выполнения условия Вульфа-Брега очень мала. Но если кристалл вращать, его плоскости будут одна за другой проходить в поражение, когда это условие выполняется. Образовавшиеся дифрагированные лучи располагаются по конусам, создавая на пленке так называемые слоевые линии. Такая рентгенограмма называется рентгенограммой вращения. Каждый рефлекс на слоевой линии соответствует отражению от определенной кристаллографической плоскости. Ориентируя кристалл по трем главным направлениям, получают три рентгенограммы вращения. Каждая в отдельности позволяет рассчитать минимальное расстояние между атомами по направлению вращения, то есть периода идентичности. Так как период идентичности однозначно связан с периодом решетки, то расположение атомов в ней установить легко. Метод вращения дает возможность определить размеры ячейки с точностью до сотых дарей ангстрема. Однако метод вращения применим только для монокристаллов. Для исследования поликристаллов применяют метод порошка. Поликристаллический материал можно получить при ссовании порошка. Каждую частицу которого следует рассматривать как монокристалл. При этом все частицы материала произвольно ориентированы в пространстве. При облучении такого образца по прямой схеме также образуются конусы дифрагированных лучей. Число колец на рентгенограмме зависит от длинной волны излучения и периода решетки. Определим угол раствора конуса отраженных лучей. Угол между плоскостью и отраженным лучом по условию Ульфа Брега равен тета. Эти углы вертикальны, поэтому угол между первичным и отраженным лучом всегда равен 2 тета. Отраженные от множества зерен лучи будут располагаться по конусу с углом при вершине 4 тета. Для массивных образцов используется обратная съемка на специальных камерах. Если образец крупнозернистый и, соответственно, меньше кристалитов попадает в излучаемый объем, его вращают в собственной плоскости. При такой схеме съемки получаем отражение под углом тета больше 45 градусов. Для одновременной регистрации всех возможных отражений от поликристаллического образца применяют камеры, в которых пленку располагают по окружности. Несмотря на небольшой объем материала, помещенного в камеру, на острие держателя находятся несколько десятков тысяч кристаллитов. И в образце всегда найдутся такие зерна, для которых будет выполняться условие Вульфа-Брэга. В этом случае рассеянные лучи образуют систему конусов, пересечение которых с пленкой дает линии сложной формы. Такая рентгенограмма называется дебайограммой. Изменив по дебайограмме дугу, стягивающую дефракционный конус, можно рассчитать угол отражения, а следовательно и межплоскостное расстояние. Сопоставляя полученные из эксперимента ряд межплоскостных расстояний со справочными данными, определяют фазовый состав исследуемого образца. Так решается одна из основных задач рентгеноструктурного анализа. Для решения научных задач и в производстве применяется аппаратура, в которой регистрацию отраженных рентгеновских лучей производят с помощью пропорциональных сцинсориционных счетчиков и счетчиков Гейгера. Такие аппараты называются рентгеновскими дифрактометрами, которые широко применяются в структурном анализе. Образец и счетчик находятся на гониометре. При вращении относительно первичного пучка сигнал от счетчика поступает в электронное устройство, которое усиливает его и регистрирует количество квантов при каждом угле поворота образца. Для исследовательских целей применяют сложнейшие рентгенографические аппараты, как, например, координатный автоматический дифрактометр, в котором образец автоматически устанавливается в отражающее положение. Аппарат оборудован системой автоматической дешифровки. Через ЭВН она выдает ее на экран монитора и фиксирует в цифровом виде. Это установка для визуализации Лауэ и Дебае Грамм. Рентгенотопографический аппарат через телевизионное устройство позволяет рассмотреть отдельные рефлексы на рентгенограмме и тем самым получить представление о дефектности кристаллической структуры образца. Сейчас методами рентгеноструктурного анализа проводится исследование не только кристаллов неживой природы, но и сложнейших биологических объектов. С помощью ЭВН получают рентгенограмму на телеэкране и обсчитывают информацию, которую она дает, определяя таким образом структуру исследуемого образца. Несмотря на различия в конструкции этих устройств, объектов изучения и конкретных исследовательских задач, в основе их работы лежат те же методы рентгеноструктурного анализа, принципы которых мы рассмотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова